Генеральный план города Севастополя Здесь мы говорим о функциональном назначении территории, не о видах разрешенного использования, а о функциональном назначении территории. Генеральный план – это некая упорядоченная, сбалансированная модель развития города Севастополя. Она напрямую не влияет на целевое использование, либо на снос объектов и так далее. Если были такие вопросы, если, например, на территории индивидуальной жилой застройки, здесь зона малоэтажной жилой застройки, будут ли сноситься жилые дома? Конечно, нет. Это говорит о том, что предполагается, что данная территория будет развиваться в этом направлении. В том случае, это на самом деле дает возможность гражданам развиваться в этом направлении. Это не обязательство, это возможности. Поэтому, если там есть соответствующие условия для этого, то, значит, территория будет развиваться. К примеру, если, например, какая-то, скажем так, деградирующая территория или территория, например, неиспользуемая, либо территория, которая сегодня там находится, например, складские сооружения или там производственная зона, на которой есть функциональное назначение жилье, это говорит о том, что у владельца этой территории, у собственника возникает право или возможность, он может продать инвестору, он может сам быть участником некого там инвестиционного процесса по развитию этой территории. Поэтому, еще раз как бы повторяю, что генеральный план – это документ территориального планирования. Редактор субтитров А.Семкин